Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня 25 августа, четверг. И это ежедневный обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара... я второй день уже говорю, пала... пара доллар-иена. Ну что, какие у нас ожидания на сегодня по этой паре? Ну, значит, месячный тренд, он так и еще пока вниз. А вот недельный нам показывает, что мы разворачиваемся. Сменилось направление, мы разворачиваемся и будет сейчас восходящий тренд на неделе, повторюсь. На днях у нас тренд тоже нам показывает, что восходящий. Однако, пока мы, видите, сегодня пошли немножечко и вверх, и идем вниз. Сейчас пока тестируем разворотную точку дня. И все зависит от того, задержимся мы здесь на уровне 130, 315. Задержимся, закрепимся мы здесь. Значит, пойдем дальше вверх. Вот наша цель. Где-то 100, 800, 16, 100, 830. Где-то вот так вот наша цель. Ну, вполне возможно, что еще и выше. Ну, либо еще можем еще раз откатить от линии недели. Как я говорила, что вот недельный тренд развернулся как бы вверх. Поэтому, возможно, что мы еще раз придем тестировать вот сюда на 100, 216, 100, 200, ну, вот так, плюс-минус, там 10 пунктов, 15. И развернемся, пойдем вверх. Все-таки на неделях вот тренд сменился и стал восходящим. Поэтому все зависит, еще раз повторюсь, вот от этого уровня. 100, 315. Закрепимся выше, значит, пойдем вверх. Вот, ну, вполне возможно, что будем просто в таком вот, в этом коридоре. То есть, вот недельные линии. И вот в этом коридоре, в 100, в этом диапазоне, 100, 555 и где-то 100, 195. Ну, где-то вот так, вот в этом диапазоне. Я не исключаю такой возможности, что мы будем еще в этом диапазоне. Ну, на сегодня вот это все по паре доллар и иена. Я вас благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Хорошего вам дня и удачного и профита хорошего. С вами была Анастасия Час. Пока-пока.